Друзья, наша телеклиника «Доктор на работе» продолжает эфир. Мы обсуждаем тему борьбы с ожирением и шире похудением вообще. Свои вопросы, пожалуйста, задавайте по телефону 8 800 707 08 27 и на них ответит врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Галина Ильинична Морозова. Галина Ильинична, давайте в Голливуд обратим свой взор. Симоглутит – препарат, который получил известность буквально в последние годы. Голливудские звезды худеют с помощью него, сейчас наши звезды худеют с помощью него. И не только звезды худеют. Это же изначально для диабета, правильно я понимаю? Конечно, это не только изначально, я больше Алексею скажу, что это в России только для диабета. То есть это нелегально все происходит? История такова. Вообще в России зарегистрировано несколько препаратов для снижения массы тела. Если говорить об этой же группе препаратов, есть препарат лироглутит, который разрешен для использования при ожирении. Есть еще препараты, которые называются бутрамин, это опять же действующее вещество арлистат. Они действительно для лечения ожирения. Если мы говорим о семоглутите препарате, который сейчас массово действительно прогремел в связи с его таким побочным эффектом в виде снижения массы тела, у нас он используется только off-label, то есть по согласованию с пациентом. Почему? Потому что в Европе и в Америке этот препарат действительно несколько в иной дозе разрешен уже и лицензирован именно для пациентов с ожирением. Кроме всего прочего, вышел еще более мощный препарат за рубежом терзепатит, который также, в общем-то, в исследованиях показал свою эффективность даже больше, чем семоглутит. Мы видим эффект на нем. Но рассчитывать только на семоглутит без изменения, опять же, пищевого поведения не стоит, потому что иногда спрашивают, вот я его поколю год, а потом дальше отменю. Моя масса тела вернется на место? Если вы не изменили и только рассчитывали на то, что семоглутит, как бы я колю и ем все, что угодно, и худею, да, ваша масса тела вернется на круги своя. Если же вы, как бы, использовали семоглутит, ну, то есть по назначению доктора, по согласованию с ним, при отсутствии противопоказаний к приему этого препарата, соответственно, вам был назначен и вы, благодаря ему, он вам помог, скажем так, изменить это пищевое поведение, потому что снизился аппетит, действительно стали более маленькими объемы пищи, быстрее приходит насыщение, то тогда вы можете сохранить этот эффект, ну, как бы, более длительно, даже при отмене препарата. Да, поэтому, ну, как бы, это все вспомогательные истории. Это, опять же, про то, что человек все равно это работа с собой, плюс, как бы, мы можем помочь им какими-либо видами препаратов. Но давай не будем забывать, что у каждого препарата есть противопоказания. Да, например, если у человека, скажем так, у полных людей достаточно частая история, когда есть панкреатиты, да, то мы этот препарат уже не назначим, потому что может быть обострение на этом фоне. Были истории про медулярный рак щитовидной железы. Действительно, как бы, на мышах там было какое-то, в общем-то, повышение на людях, этого нет, то есть приводить к медулярному раку фактически он не может. Но если у человека есть, это тоже будет противопоказанием. Если есть желчекаменная болезнь, тут будут ограничения, то есть холестаз или желчекаменные, ограничения будут все-таки. Вот, так же и другие, которые я называла. Сиботрамин никогда не назначишь людям сердечно-сосудистой патологии. А где на честь человека с повышенной массы тела без сердечно-сосудистых проблем? Ну, у молодежи может быть, но он вызывает достаточно такое выраженное психомоторное возбуждение, сухость во рту, иногда просто люди приходят, как инсульт перенесли, язык не могут от неба оторвать. Вот, Орлистад, ну, я всегда смеюсь, его можно покупать только в комплекте с теми жидкостями, которые выводят жиры, потому что туалет отмыть невозможно. Вот, нет, у нас, в самом деле он вызывает профузный, как бы, да, то есть жидкий стул часто, если человек потребляет жиры, если он, опять же, не изменил свой рацион. Поэтому у каждого есть нюансы. То есть неспроста оффлейбл, скажем так, да? Нет, это я тебе уже назвала несколько тех, которые тут не в этом дело. Оффлейбл – это только симоглотит. Да, все остальные, они у вас идут официально, то есть они разрешены, они идут в клинических рекомендациях по лечению ожирения. Да. Но это не отменяет того, что всё-таки есть побочные эффекты и противопоказания. Спасибо, что прояснили этот момент. Давайте послушаем звонок. Геннадий, здравствуйте, вы в эфире. Что вас беспокоит? Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос вот какой. Как правильно подобрать терапию? Я 68 лет, сахарный диабет много лет, вес 133. Начинал с формина, потом приписывали формина на фоне обострения гастрита. Потом перешёл с метформином. Вот. А потом звонил Богомолову на передачу. Он вообще порекомендовал уколы, которые голливудские звёзды колят. Ну вот, на самом деле, как мне выбрать? Методом подбора. Вот я сейчас меряю, у меня гимнегалерированный растёт. 6,5 был, потом 6,7, сейчас 6,9. А палец из крови показывает 7,2, 7,8. Геннадий, а что вы сейчас вот конкретно принимаете? Метформин с чем? Сейчас я пью метформин и анониза. Теграмма. Тысяча метформин. Я поняла. Геннадий, смотрите. Но если мы говорим о препарате анониза, то препарат является, скажем так, нейтральным в плане снижения массы тела. У вас значимо повышена масса тела. Конечно, надо посмотреть, что же вы вообще, в принципе, едите. То есть рацион должен быть изменён. Метформин – ваша история, потому что, ну, как бы это золотой стандарт, который назначается в начале, в дебюте сахарного диабета. И ваш кликирный гемоглобин, ну, не глобальный всё-таки. Если мы говорим, доктору звонили другому, но, в принципе, он вам порекомендовал хорошую историю, вы действительно могли бы сочетать метформин с семаглутидом, вот. Но это надо делать несамостоятельно. Вы должны обратиться к врачу. То есть сколько бы вы ни звонили нам в телевизор, да, то есть вас должен увидеть реальный врач и оценить все риски, все плюсы и минусы какой-либо терапии. Мало того, я вот сейчас, может быть, так перепрыгну и скажу какой-то такой момент. У пациентов, которые имеют значимую повышенную массу тела и сахарный диабет, и вот тот возраст, который он сказал, мы бы, может, могли ещё рассматривать бариатрическую хирургию. Вот, потому что если человек не худеет на фоне того, что как бы ему назначено, да, то есть, ну, можно попробовать всё-таки, да, метформин с семаглутидом, и если человек, ну, если нет противопоказаний, оценить. Обычный эффект ожидаемый – это 10% массы тела от исходной за 6 месяцев. То есть это не так много в его ситуации, 13,5 килограммов. Если он этого результата достигает, значит, мы видим и оцениваем, как положительно, и можем продолжить эту терапию, например. Например, если этот человек, там, принимает эти препараты и не снижает массу тела, тогда можно действительно рассматривать бариатрическую хирургию, потому что она нам подарила вообще понятие ремиссия сахарного диабета. Раньше такого не было. То есть всегда как бы назначили всё, ну, то есть диабет шёл и шёл, никакой ремиссии мы вообще не говорили. Сейчас действительно у пациентов, которые, ну, естественно, правильно всё соблюдают после, как бы, и не имеют осложнений после бариатрической хирургии, они в большинстве случаев отказываются от назначенной терапии, ну, под контролем, естественно, врача убирают препараты, потому что им просто это не надо. У них нормализуется чувствительность к инсулину за счёт снижения массы тела, и потребность в препаратах исчезает. Ну, к оперативному вмешательству чуть позже тоже перейдём, чуть более подробно. Спасибо вам большое, Геннадий, за вопрос. Ответили на него только что. И давайте перейдём к вопросам из чат-бота. Давайте. Пишет нам Елена. Уважаемый доктор, могу ли принимать левотероксин 75 единиц? После завтрака боюсь на голодный желудок усугубить диагноз аутоиммунного гастрита с пониженной кислотностью. Похудела на 22 килограмма, по утрам сахар 6,7, 7,7. Эндокринолог отменил приёмы метформина, назначил только аллоглептин. Ну, у человека есть первичный гипотириоз, есть сахарный диабет. Сразу отвечу по поводу приёма препарата. Нет, этот препарат принимается строго натощак за не менее чем за 30-40 минут до еды, можно больше, меньше нельзя. На ваш гастрит это никак не повлияет, этот препарат не раздражает желудок. И я вам больше скажу, что его нельзя сочетать с другими препаратами. То есть он должен быть один, отдельно от всего. По поводу другого. То есть вы очень хорошо похудели, вы большая молодец. И, в принципе, те цифры сахара, которые вы называете, 6,7, 7,7, опять же, не криминально. Но 7,7 многовато, если мы говорим о цифрах натощак. Аллоглептин, препарат, который вы оставили, он метаболически тоже нейтральный. Он не даёт снижение массы тела. Он работает на уровне кишечника и продлевает действие инсулина. И, может быть, вам стоит рассмотреть с доктором, я так подозреваю, что метформином вам как раз убрали из-за гастрита. Может быть, какие-то были диспепсии, именно обусловленные им. Но, может быть, стоит рассмотреть действительно возврат к минимальной дозе, например, вечерние часы, для того, чтобы утренние цифры сахара стали всё-таки ближе к целевым, менее семёрки. Я думаю, что возраст я не услышала. Возраст не написано. Да, возраст я не услышала, но пусть мы будем ориентироваться, что до семи. Поэтому вот этот момент я бы обсудила. А тироксин нет, его надо принимать натощак. Да, от себя тоже хочу сказать, что минус 22 килограмма. Нет, большая молодец. Вы умница просто, да. Желаем вам дальнейших успехов и своё здоровье нужно беречь, и вы этим занимаетесь прекрасно. Ещё есть вопрос от Тани. Общий холестерин 5,3, липопопровидной низкой плотности 3,03, высокой плотности 1,32, три глицериды 1,64, глюкоза 4,5. Мне 46 лет, в менопаузе. Без вредных привычек вес 67 килограмм при росте 158. С сердцем всё в порядке, инсультов, инфарктов не было. Рефлюксный эзофагит. В норме ли такие показания? Ожирение ли у меня? Если посчитать индекс массы тела, то, скорее всего, человек уложится в избыток массы тела. Это легко сделать, сейчас существует. И калькуляторы, это как бы к искусственному интеллекту, о чём мы говорили вначале. И в том числе можно просто поделить, в общем-то, массу тела поделить на рост в метрах квадрате. И вы получите индекс массы тела. Скорее всего, это избыток. Из всех анализов, которые вы назвали, холестерин, в принципе, у вас нормативно. Вот ли протеиды низкой плотности повышены. Ну так, у вас нет сердечно-сосудистых заболеваний, они, скажем так, на верхней границе нормы. То есть у вас нет ограничений тех, которых у пациентов, например, с сахарным диабетом, когда мы рекомендуем им держать менее 1,8, а у некоторых ещё более жёстче, там 1,4. Поэтому, в принципе, те показатели, которые вы имеете, вам немножко надо снизить массу тела. Я думаю, что это может исправиться банально, посмотрев свою тарелку, что вы едите, и чуть-чуть расширив физическую активность. По поводу физической активности некоторые начинают, ой, я не люблю тренажёрный зал, я не призываю туда ходить. Я призываю банально ходить 30-60 минут в день ежедневно. Желательно как раз вот в эти вечерние часы, когда есть там уже с вами не очень желательно, то есть взять за хорошую традицию, что вы будете ходить, ходить в темпе, который до лёгкой одышки. Можно с замедлением, можно с ускорением, но это должна быть непрерывная ходьба. Тогда мы с вами получим результат. Кроме всего прочего, вот была история, некоторые говорят, ой, я прохожу там столько-то тысяч шагов. Эта история ещё из Японии, когда появились шагомеры, и все начали ориентироваться на эти тысячи шагов, но важно не количество, а качество этих шагов. И поэтому вот перебежки здесь, потом обратно там, да, то есть это с какими-то промежутками тут минутку пробежала, там они не так эффективны в плане снижения массы тела, вообще улучшения какого-то своего здоровья. А именно непрерывная ходьба, да, то есть там 30-60 минут, есть исследования, которые показывали улучшение и того же самого метаболического синдрома, и сахарного диабета, и чувствительности тканей, и консулина на фоне вот этих как бы нагрузок. Поэтому просто я думаю, что совмещение вот этих двух вещей позволит нашей зрительнице достигнуть целевых показателей веса. Я думаю, что там лишних, ну, 5, максимум 7 килограммов, это реалистично убрать за год так, чтобы удержать. То есть не надо стремиться убрать это за месяц. Это допустимое и такое желательное снижение массы тела, вообще когда это большая масса тела, там мы говорим 2-3 килограмма в месяц, ну, до 5. У человека, у которого масса тела, которую она назвала, это 1-2 килограмма в месяц максимум. Причём надо ещё, хочу упомянуть, что наши пациенты, вообще снижение массы тела, у них есть такие нюансы. Они начинают худеть, у них активно уходит масса тела, они очень радуются, они начинают мотивироваться, а потом вес встал. Это называется плата метаболической адаптации. И наши пациенты на этом этапе очень часто бросают худеть и как бы возвращаются к тем привычкам пищевым, физическим, которые были ранее, и возвращают всё назад. Поэтому вам надо в этот момент, ну, просто продолжать делать то, что вы уже начали, или, может быть, чуть-чуть расширить физическую активность, либо просто оставьте всё как есть. Вес будет стоять какое-то время на месте, и потом дальше пойдёт опять в место. Я всегда говорю, что вес не катится, как снежный ком. Эта история ступенчатая. И поэтому надо просто все эти ступени достойно пройти. Да, Таня, вы молодец, что следите за показателями своего здоровья. И, главное, постепенно, постепенно всё будет хорошо. И сразу же у нас звонок от Галины. Галина, добрый вечер, вы в эфире. Расскажите, пожалуйста, какой ваш вопрос? Здравствуйте, Галина. Галина, вы нас слышите? Слышу, слышу. Что вас интересует? Давайте, пожалуйста, вопрос. Доктор слушает. Я вроде как бы уже взяла. Я хотела задать вопрос по сахарному диабету второго типа. Как я уже говорила, что диагноз поставлен мне в сентябре 2007 года. Я принимаю четыре лекарственных препарата диабета. Это метформин 2000 и 120 миллиграммов. Но в связи с протяженностью болезни цифры сахара, не взирая на принимаемое лекарство, всё равно растут. И эндокринолог неоднократно пыталась мне ввести в систему лечения инсулин. Я пошла сама в платный центр, сдала кровь на цепептид и инсулин. И у меня оказалось, по-моему, верхняя граница была 10, и у меня оказалось, что инсулина у меня 12. Инсулин вообще не смотрите, Галина. Вот вам он вообще не нужен. Галина, скажите, пожалуйста, а гликированный гемоглобин у вас какой? Вы знаете, я очень давно его не сдавала, но он у меня был, по-моему, 9. У меня, конечно, цифры оставляют желать лучшего, скажем так. Но у меня-то вопрос вот какой. Почему пытаются добавить в лечение инсулин? Я вам сейчас объясню, и я бы сделала то же самое. И сейчас вам всё расскажу, если позволите. Своего инсулина много. Галина, смотрите, у вас назначено уже всё лучшее сразу, что называется. Вам назначили все группы препаратов, которые возможно было совместить друг с другом, чтобы не было противопоказаний. Но при этом вы имеете, ну как бы, вот тот гликированный, который вы мне назвали, 9. Вы пошли в платную клинику, вы сдали инсулин и цепептид. Цепептид действительно показывает запасы своего инсулина в поджелудочной железе. Инсулин сдавать точно не надо было, и лучше бы вы сдали гликированный гемоглобин для того, чтобы оценить степень вашей компенсации сахарного диабета. Доктор, это называется шаг уже отчаяния. Почему? Потому что я бы, на самом деле, может быть, убрала тот же самый гликлозит, который входит в состав одного из препаратов, которые вы указали, и действительно присоединила инсулин длинного и продлённого действия, хотя бы одну инъекцию для того, чтобы достичь результата. Мы у нас в клинике, например, что делаем иногда? Пациенты поступают с выраженной декомпенсацией. И на время, буквально на 3-6 месяцев, мы действительно иногда их даже полностью переводим на инсулин. Ваш инсулин, который у вас вырабатывается, он не работает. Вы видите, это те цифры, которые не поддаются критике. И потом, когда человек достигает нормативных результатов, удерживает эти цифры в течение 3-6 месяцев, например, мы смотрим гликированный гемоглобин, он достигает приближенных целевым значениям, мы можем действительно вернуться потом на таблетированные препараты. Сейчас из всего того, что у вас есть, больше присоединить уже ничего нельзя. Вы уже пьёте максимум из всего, что возможно. Потому что у вас все 4 группы препаратов. Это ингибиторы ДПП-4, это бегуониды, это метформин, это секретогоги, это как раз гликлозит, и вы пьёте ещё СИДЖЛТ-2, то есть это дапоглифлозин, который тоже входит в состав. То есть всё, что можно, все звенья, цепочки вы перекрыли, но при этом результата не достигли. Поэтому следующий шаг — это инсулин. Это не означает, что на постоянную историю вам назначат этот препарат. Это значит, что вам хотят компенсировать сахарный диабет путём того, чтобы найти выход из той ситуации, которая сложилась. Пробить порог, скажем так, это называется глюкозотоксичность, в интоксикации собственной глюкозы. И чтобы достучаться до ваших рецепторов, вам пытаются привнести тот инсулин, который извне, который отработает и уйдёт. Конечно, опять же, я, наверное, как дятел, буду говорить об одном и том же, но надо посмотреть, что же вы кушаете всё-таки. То есть достаточно большое количество препаратов, и надо посмотреть, что лежит в тарелке для того, чтобы, ну, скажем так, мы будем гнаться за тем, чтобы увеличивать терапию, а если человек не изменил пищевое поведение, то как бы эта история, опять же, бессмысленная. То есть надо в любом случае оценивать и это тоже. Поэтому я бы рекомендовала, может быть, да, если как бы вы боитесь действительно прийти в клинику, да, то есть может быть на обследование и лечить для того, чтобы попробовать урегулировать эту ситуацию в стационаре. Если нет, ну, всё-таки поработайте с тем врачом, доверьтесь им и посмотрите. Единственное, что, конечно, к сожалению, поликлинический доктор не имеет возможности часто с вами встречаться. Ну, в силу определённых причин, потому что запись большая, пациентов много, кадровый дефицит и так далее. А вам нужно сейчас отработать максимально, ну, как бы быстро, ну, как скажешь, не быстро, а тщательно. Вот. Исчерпывающий ответ. Галина Вишна. Я бы старался. Да. Давайте перейдём к теме, которую мы анонсировали. Анонсировали искусственный интеллект. Сейчас много приложений, которые заботятся о твоей диете, высчитывают калории, тебе рекомендуемые продукты выписывают, считают калории, которые ты потребляешь, сколько физической нагружки нужно. Вот эти приложения звучат очень хорошо, да? Насколько они точны? Нужно ли им доверять? Или это просто один из маркеров таких? Это гаджет, который помогает в том числе нам, эндокринологам, в каком плане? Когда мы рекомендуем пациенту, например, определённое количество калорий, и ему всегда, ну, то есть эта история сложная, подсчитать, да, взять листочек, написать. И здесь сейчас есть даже приложение, которое ты наводишь в телефон, и ты понимаешь, сколько калорий содержится в данном продукте, а кроме всего прочего, сколько в нём даже белков, жиров и углеводов. То есть просто камеру навёл и... Да, да. И наши пациенты благодаря этому немножечко систематизируют своё питание. Сказать, что как бы ориентироваться только на приложение, я бы не ориентировалась. Всё-таки поговорив с врачом, да, вы дальше оцениваете эту ситуацию. По поводу физической активности, но если человек хотя бы с приложением начнёт заниматься, делать какую-либо гимнастику, я буду в любом случае не против. Да, как бы это тоже хорошая история. Единственное, тоже надо учитывать проблемы наших пациентов, потому что полные пациенты имеют проблемы с суставами, они начинают, например, там бегать и так далее, и тем самым разрушают свои как бы мышцы, связки и так далее. То есть нагружают не так, как необходимо. И поэтому надо просто проконсультироваться, а можно ли это, да, задать вопрос врачу. Мы рекомендуем ходьбу, я всегда говорю, хорошая амортизирующая подошва, кроссовки, чтобы не нагружать суставы в том числе. Поэтому история про искусственный интеллект, она как помощник медику очень хороша, как помощник пациенту ещё лучше. Но если это будет чистая взаимосвязь пациент и вот это приложение, мы не знаем, кто его создал. Здесь вот встаёт вопрос, если это создавали врачи, да, но опять же, все организмы разные, и к каждому из пациентов мы имеем персонифицированный подход. Вот и всё. Да, спасибо. У нас следующий звонок. Надежда, добрый вечер. Мы вас слышим, врач вас слышит. Скажите просто, что у вас за вопрос? Здравствуйте, Надежда. Вы меня слышите, да? У меня такой вопрос. Вот насчёт метформина. Вот, допустим, если последний приём пищи 18 часов, метформина у меня на 22 часа. Он не привязан к еде. Такое имеет право быть. Его можно пить в любой временной промежуток. Чаще всего он назначается на ночь, когда идёт как раз глюконеогенез, то есть выработка глюкозы печенью. Поэтому очень хорошо. Не имеет значения. Можете принимать в таком режиме. Да? Какой-то вопрос ещё есть? Так, и вот ещё второй вопрос. У меня, значит, все тост печени, и АСФ в 2,5 раза всегда повышены. Все тост печени и увеличение АСФ. Можно его пить? Метформина не является... Ну, скажешь так, неалкогольная жировая дистрофия печени, то, что вы называете, это фактически жировая инфильтрация печени, да, не является противопоказанием к приёму метформина. Поэтому, да, вы можете принимать метформин. Да, спасибо большое за ваш звонок. И у нас несколько минут ещё осталось. Давайте затруднём тему оперативного вмешательства. Кому нужно оно? В каких случаях? Насколько это опасно, страшно? Стоит ли бояться? Сейчас же есть разные способы операции. На самом деле, бариатрическая хирургия — это история как бы хорошая, но она должна быть чётко взвешенная. Люди, которые имеют психические какие-то отклонения, да, то есть вот эту булимию и так далее, к сожалению, эта история в бариатрии не совсем для них, потому что они всё равно продолжают есть, потому что психологически эта история как бы несколько иная, да, и часто после оперативного вмешательства, даже расхождение швов и так далее случается, если до операции не были взвешены все эти критерии. Поэтому вот у нас в системе, в нашем центре, да, то есть как бы не в нашем центре, а в нашей системе есть центр бариатрической хирургии, который занимается этим, и ни в одном центре есть в Южном округе и в Центральном. Но смысл стоит в том, что мультидисциплинарная команда, куда входят и эндокринолог, и психиатр, и кардиолог, всегда взвешиваются все риски. Если говорить, например, о сердечно-сосудистых заболеваниях, на самом деле ли бариатрических хирургов, там, апноэ сна и так далее, это не противопоказание, а показание к бариатрической хирургии. Если говорить по рекомендациям, от 35 с коморбидными состояниями, такими как сахарный диабет, артериальная гипертония и так далее, это уже показание к бариатрической хирургии, если пациент не достиг результата. Лечение ожирения — это история, опять же, 3-6 месяцев. 3-6 месяцев на модификацию образа жизни, не достиг результата, присоединил медикаментозную терапию, не достиг результата, тогда ты предлагаешь бариатрическое лечение. Есть и пациенты, которые приходят с индексом массы тела более 40, то есть морбидное ожирение. И мы, конечно, тогда все-таки понимаем, что он самостоятельно вряд ли справится с этой историей. И рекомендуем ему операцию. Но пациентам надо всегда объяснять ситуацию, что это не просто чик-чик отрезал, да, есть шунтирование, есть рестриктивная операция, которая как бы отрезается часть желудка. И тем самым, как бы, надо объяснить просто, что он все равно будет соблюдать определенные правила. Их будет не меньше, чем без, как бы, операции. Потому что микроэлементы и так далее надо восполнять. То есть определенные правила, касаемые физической активности, питания. Всего. Это база, да? Да. Это база, которую необходимо соблюдать вне зависимости, есть ли дополнительное медикаментозное лечение. И питание еще более жесткое, потому что будет пища протертая и так далее. Да, спасибо вам большое, Галина Ильинична, за сегодняшний разговор. Ну что же, друзья, на этом наш сегодняшний эфир подходит к концу. Мы с вами встретимся завтра в 15.00 и поговорим о других медицинских вопросах. Ждем вас с нетерпением. Ждем вас с нетерпением.